всем привет дорогие друзья это павел георгиев видеоблог онлайн турагентства георгий travel я нахожусь на острове хайнань в бухтинг дунхай и позади меня отель с одноименным названием дадунхай мы устали от работы захотели в отпуск мы улететь на самолете от московской суеты захотелось как обычно чтобы спякла прямо в рай чтобы пальмы и песочек в общем выбрали хайнань хайнань тропичный остров на юге китая хайнань вкусные манго за душу цепляют хайнань и волны на море шумят без изъян хайнань пальмы кокосы и полно обезьян когда-то я уже снимал показывал обзор и вот пришло время сделать ремейк и показать что там изменилось и что за отель там я сделал несколько нюансов конечно же резюме по отелю и расскажу его плюсах и каких-то возможных недочет так что пойдем посмотрим я пока идем в отель с вами сразу дам некоторую информацию потому что мы часто с моими туристами выбираем и у нас выбор как правило стоит когда мы выбираем дадум хай харман или дадум хай что лучше что хуже почему тот или другой отвечая сразу на главный вопрос посмотрите вот это находится парк сразу здесь море это буквально ну несколько метров там 50 метров и все и вот он отель соответственно дадум хай 1 его главный жирный плюс то что вы вышли сразу вышли на море это самый главный плюс у хармана этого плюса нет и надо обходить вокруг вот по той дорожечке двигаться и сюда выходить или там ездит шаттл поэтому с точки зрения скажем близости к морю это точно жирный плюс 2 жирный плюс у кармана номера не все с балконами только с видом на море да с панорамным видом на море там балконы есть здесь же обратите внимание каждом номере с видом на море или с видом на бухту на гавань есть балконы это тоже его главный жирный плюс ну и конечно цена на вопроса она примерно идентична и вот поэтому у нас возникает очень много таких частых вопросов какой выбрать отель вот исходя из этого друзья и выбирайте единственное есть один момент это про бассейн и об этом мы поговорим с вами внутри уже так как у меня маечка стала вся мокрая сразу о погоде у нас июнь месяц и погода как видите солнечное да видите синее небо по что многие переживают за погоду все прекрасно на хайна и нет сезона дождей поэтому здесь можно отдыхать круглый год но единственное летом немножко влажно ну и конечно когда я бегаю сразу все это видно но думаю это на контент не повлияет о чем хочу сказать здесь пока мы находимся у входа в до духа и духа отель вот у нас позади есть отель южный китай это отель до духа и и вот кто смотрел обзоры по южному китае я там так немножечко как бы отношусь к отелю как бы скептически немножко почему потому что все-таки до духа и поинтереснее будет и номера с балконами крыл во всех есть соответственно мира там чтобы взять номер с балкона надо брать именно делюк севью и он стоит уже более повышенной цены а если стоит более повышенной получается южный китай даже выходит чуть дороже чем до духа и причем до духа и поновее посвежее и на мой взгляд иногда лучше сделать выбор в эту сторону или может быть даже например там выбор в сторону intime но это как вам вариант потому что мы с туристами это проговариваем часто и поэтому я вам тоже об этом же и хочу сказать так вот в этой части у нас уже от в лобби давайте зайдем вам покажу как здесь все выглядит устроено сюда приезжает куча такси автобусы здесь у вас как раз высадят и вы пройдете в лобби большое прохладненько здесь встречаются такие разные инсталляции я сейчас покажу здесь есть некий каких достопримечательностей дал отеля и пройдем зону ресепшн где у нас будет соответственно чекин заселение здесь есть вот такие природные штуки конечно их больше понять местным китайцам да вот такая история где из дерева вырезаны говорится нам не понять ну сфотаться точно можно как красивая инсталляция ну и вот в этой части у нас происходит чекин тоже кстати это по-китайски дорого-богато и здесь соответственно подаете паспорта пару моментов во заселении заселение происходит с двух часов поэтому когда вы друзья приезжаете особенно есть те рейсы туроператор любилю глобус да например там сейчас это может быть от клана дальше может еще кто-то поставит ну смысл в том что вы когда при geçt 1 день у вас получается и не включен то есть самый первый день когда вы вылетаете у вас заезд получается с двух часов поэтому прилетая например в 4 утра вы гуляете до обеда если если друзья это важный момент. Вы не сделаете ранний заезд. Это сделать можно, и мы делаем. Если же вы, например, берете отдельно отель без перелета, то надо брать именно отель с того дня, когда вы вылетаете, а не с того дня, когда вы прилетаете. Это вам совет, потому что многие приезжают, я вот сейчас встречал туриста, он как грустненький человечек стоит у бассейна и говорит, и вот мы прилетели, здравствуйте, смотрели ваши видео, но у нас раннего заезда нет, вот ходим гуляем. Конечно, можно здесь просто прийти на завтрак, его докупить, но тем не менее гулять в такое время не всем хочется. Здесь смотря кто как, насколько активный. Так что иметь это ввиду, ранний заезд если надо, надо доделать. Это просто полные сутки оплаты, на месте вам никто его не сделает, то есть за красивые глазки, это не египет, за шоколадку здесь не получится. И второй момент, здесь есть депозит, депозит можно оставить 500 юаней или 100 долларов. Лучше оставлять наличкой, никаких карт, потому что опыт показывает, что если даже вы с картой вдруг как-то оставите, эти деньги могут не вернуться, обязательно оставляйте только наличными. Итак, у нас с вами вечерний обзор номера, потому что я сегодня весь день, как вы поняли, пробегал в других выпутках и вот только заселился. Это мой номер в отеле Дадунхай. Я взял, по самом деле, самый простой номер и я это сделал намеренно, потому что очень много людей бронирует простые номера, поэтому мне важно показать, как бы, как все обычно берут. Это обычный стандарт номер Bayview, то есть без вида на море, без каких-то либо улучшений, поэтому я вам сейчас его покажу. Кратенько, у нас две раздельные кровати, это что-то не подумал, надо было одну взять, но ничего страшного, я их сдвину, у меня будет еще одна большая кровать. Здесь у нас, как видите, диванчик, замечу, здесь высокие потолки, особо замечу, телевизор, все, в общем, чистенько, достаточно свежий отель, он построен не так давно, у меня есть обзор на него, я снимал, показывал. Здесь у нас балкончик и я вам сразу покажу, куда у меня вид. Вид у меня получается, это хитон, это у нас ананас и здесь, как бы, скажем, вид на гавань, там вот военная база и так далее. Вот с правой стороны у нас море, у меня будет чуть-чуть даже видно море. И возвращаемся в наш номер, здесь у нас, еще раз говорю, вот кровати, то есть все чисто на самом деле, хорошо, я никаких там нарицаний вообще по номеру не вижу, все достаточно прекрасно, прохладненько, чай, кофе, здесь вот ванна. Кстати, особенный вопрос, как так, она как будто открытая, но смотрите, она на самом деле открытая, да, но open space именно где раковина, то есть самой ванны здесь нет, ну такой, конечно, тоже бывает, и здесь у нас, вот здесь уже за стеклом есть сам туалет и вот здесь вот душевая кабина, так что все приличненько, чистенько, я просто думал, мало ли, вдруг это дешевые категории номеров будут какие-то ужасные, нет, все нормально, вообще прекрасно. По запахам чувствуется немножко, что здесь кондиционеры недавно включили, поэтому чуть-чуть такая влажность, чуть-чуть есть, но как бы не без запаха, без какого-либо, так что так все в порядке, все в порядке, друзья, с номером, симпатичный, хороший номер, ничем не испорчен. Так, ну и один из главных вопросов, есть ли здесь гладильная доска и утюг, друзья, есть и гладильная доска и соответственно утюг, халатики, все это здесь также есть. Так, в этой части у нас должен быть сейф, да, он здесь присутствует, у нас есть тапочки и есть шлепанцы, вы спокойно можете в них ходить. Что касается полотенец, они обычные, а пляжных полотенц здесь нет в номере, вот. Ну, подошло отель такого городского больше формата, поэтому их, естественно, здесь и не может быть. Итак, мы с вами пришли на завтрак, вот в этой части проходит у нас ресторан Muria. Здесь вы можете зайти спокойненько, показав карточку, как обычно, и здесь отмечу, с 7 до 12 работает завтрак. Здесь у нас такое вот лобби, ну, все как обычно встречают, и дальше уже сам ресторан. В ресторане большие панорамные окна, можно сидеть и любоваться природой. Сейчас мы пробежимся кратенько по ассортименту. Здесь у нас есть китайское менюшка, с этой стороны тоже. Объясню, что китайское меню всегда присутствует, потому что здесь отдыхают не только граждане России и других европейских стран, но и в том числе китайцы. Поэтому китайское меню всегда есть. На самом деле, из него тоже можно много чего выбрать. Понятно, здесь и фрукты, и выпечка есть. Опять же, отмечу, панорамные окна, можно вот так сидеть, любоваться на горы, зелень. Очень, на самом деле, симпатичный открывается отсюда вид. Это как раз здесь вид на парк, ну, и там дальше уже море в той стороне. Вот, с этой стороны у нас, получается, тоже идет частичное китайское меню. Ну, я говорю, я вам рекомендую попробую, потому что очень многие блюда достаточно вкусные. Понятно, что мы там лапшу, например, с утра не едим. Ну, вот, как бы, тема выпечки, сосисик, мясо, это она вся здесь и присутствует, поэтому вы точно для себя что-то найдете. Ну, и понятно, здесь также есть сок. Правда, выбор не сильно большой. Это кипяток, только почему-то чая я не вижу. Может быть, уже подразорвали и кофемашине. Что, кстати, хорошая новинка. Раньше вообще с кофемашиной была проблема. Вот так вот у нас выглядит ресторан весь. Что особо отмечу, друзья, что ассортимент, конечно, могли бы сделать побольше. Ну, сейчас я возьму себе что-нибудь и, как бы, расскажу еще, что я взял, как бы, и чтобы у вас понимание сложилось, что у меня лежат тарелки, да, потому что, может быть, вы посмотрели и не поняли, что выбрать вам. Я, как обычно, сейчас на своем примере покажу, что я взял, чтобы у вас сложилось понимание, что по итогу останется в тарелке. И вы тогда уже сами сделаете вывод. Ну, хотя, говорю, завтрак – это такое дело, когда, ну, конечно, хочется что-то более изысканного, да, но это, как бы, все равно не Турция. Но, тем не менее, друзья, есть, конечно, отели другого уровня, есть огромный ассортимент. Но здесь, как бы, он есть, но, на мой взгляд, он на четверочку завтрак, не на пятерочку. Смотрите, что я взял, я сейчас вам покажу. Взял я, как бы, не сильно много, но, я думаю, станет более-менее понятно. Я в свою тарелочку положил яичницу, тыкву, соответственно, дыньку, немножко овощей и, конечно, выпечки. Честно скажу, для российского туриста здесь будет, наверное, больше все знакомо. Это как раз вот примерно то же самое. То есть, колбаса, сосиски, выпечка и, в общем-то, наверное, все. Но, в принципе, для пятерочки можно было сделать чуть побогаче ассортимент. Но, скажем, это не ужасно. И, если сравнивать какие-то отели, здесь же четыре звезды, очень часто бывает там ассортимент еще ниже и еще максимально больше китайского меню. Это первый момент. Второй момент. Как только будет чуть больше гостей из России, на самом деле ассортимент меню российского, ну, европейского более увеличивает. Это всегда так. Единственное исключение, я так вот вам на будущее скажу, это какие-то такие высокобрендовые отели, например, в бухте вот Хайтенбэй и так далее, когда они делают акцент больше на европейское, да, такое все. И, в том числе, как бы и китайцы приезжают за вот этим европейским сервисом, там, конечно, шикарное меню, огромный ассортимент. Ну, к примеру, там отель Firemont, у меня есть выпуск на канале, там можно посмотреть завтрак. Ну, там есть все. Там, и, как говорится, от немецких сосисек и до выбора заварного любого чая, да. То есть, это тоже пятерка, да. То есть, пятерка, пятерка и рози. То здесь, в данной пятерке, я, наверное, поставил на питание, ну, четверка максимум. То есть, на пятерку, конечно, здесь питание не тянет. Но, в общем-то, все есть, друзья. И, соответственно, цена, естественно, если мы сейчас там сравниваем Firemont и Doom High, она, конечно, в разы отличается. Ну, примерно в пять раз разница в цене. Здесь тоже надо понимать. Поэтому, в общем-то, как бы, ставим достаточно нормальный зачет по завтраку и понимаем, что ассортимент пока небольшой. Ну, и ничего страшного в этом нет вообще особо. Так, в этой части у нас находится детский клуб. Здесь можно поиграть с детьми. Он достаточно большой. Здесь есть вот такая вот лорка, как он так лазил, называемый. Сразу сделаю акцент. Здесь стоят носочки. Если вы своих детей приведете без носочков, придется им докупить носочки, потому что иначе их сюда не пустят. Что здесь сделаю акцент, на чем? Это детский клуб, который могут поиграть дети, но это не то место, как там, может быть, в Турции привыкли, вы оставили детей, да, и ушли куда-то гулять. Это не та история. Старше четырех лет можно оставлять. Например, пойти в бассейн. Сейчас мы, кстати, в него выйдем. А вам, соответственно, какое-то время провести. Но если они меньше четырех лет, вам придется здесь с ними вместе сидеть и, соответственно, за ними приглядываться им стоять. Так, сейчас мы уходим в сторону бассейна, но по дороге у нас есть еще фитнес-клуб. Здесь вход, конечно, по карточке. Работает с 8 утра 30 до 21. И что здесь есть? Здесь есть, в принципе, все необходимое для занятий спортом, кроме людей. Здесь и прогрессии нет, потому что все отдыхают. Вот так, но если было бы пониже, было бы прикольно. Как-то занимаешься не глядя в стенку, конечно, а на виды. Ну, в общем, спортивный зал, он есть. И если кому-то сильно захочется позаниматься, без проблем. Ну, здесь водичка с лимоном установлена. Ну и выходим к бассейну. Здесь вот сейчас по бассейну особо тоже отмечу в одном сравнении для вас, чтобы было больше понимания по нему. Как хорошо вышел пораньше, никого нет. У нас здесь с правой стороны получается детский бассейн, а с левой стороны взрослый бассейн. Здесь установлены лежаки. Вот, соответственно, наш корпус. На что хочу сделать акцент. То, что он здесь есть, но он не панорамный, но при этом все равно вид отсюда открывается. Если вы будете в бассейне, вы, конечно, ничего не увидите, но если вы будете вот так вот, как молодой человек там смотреть и любоваться, вы увидите хорошую панораму на город. К чему я сравниваю? Потому что мы часто сравниваем данный отель Харман и Дадунхай. И вот всегда, в основном, выбор в пользу Хармана идет за счет панорамного инфинити бассейна. Но здесь, когда если плавать днем, вы ничего не увидите. Там можно вот так на бортике лежать и смотреть панорамный вид. Ну вот я с вами сейчас, друзья, стою, просто встал к перилам и любуюсь, в принципе, похожие панорамы. Единственное, там маленько бассейн повыше, но в целом панорама на город здесь также открывается. Вот здесь также внизу есть столики, там вот эта зона, где мы внизу выходили немножко, можно здесь посидеть. Так что, в целом, с бассейном все хорошо. И хорошо, что, смотрите, в какое-то время дня, вот утром, да, здесь, в этой части, например, тенек, потом будет солнышко и снова тенек. Так что, достаточно неплохо. Бассейн чистый, они не глубокие, 1,4 метра, это, в принципе, стандарт в Китае. Ну, в целом, покупаться, охладиться вам точно можно будет. Заселился я вечером, поэтому показывал номер вам основной вечером, но вид с балкона я не показывал. У меня вот стандартный вид Bay View, то есть мы видим обратную сторону, соответственно, отеля. Эта дорога, вот за этим зданием, это Хитон, его называют, отель достаточно простого уровня. За вот у нас открывается частичный вид на море, то есть здесь у нас еще бывает вот там на гавань, да, гавань, это типа вон та часть у нас идет. И, соответственно, вот частичный вид на море. Вот такой у нас вид, возможно, у кого-то этажи пониже они видят, ну, вот эти здания, но я не сказал, что здесь что-то прям катастрофически ужасное. В принципе, как бы все обычно, никакой стройки, там, ремонта, помойки нет. Вот у нас отель Harman, и сколько раз я подчеркиваю, да, о том, что, если вы берете, например, номера с видом на море, вот Full CV, они находятся вот в этой части, да, то есть и максимальная высота, вот у Full CV, там, 180 дегрей и так далее, то есть панорамный обзор, да, все это видится на море и на бассейн часть. Другие же номера, они смотрят на другую сторону, и, как вы видите, можно заметить, да, здесь у нас крыша работающих кондиционеров от торгового центра «Ананас», и многих эта история не радует. Поэтому, если, опять же, вы не притязательны, и ваша задача оставаться в отеле только на ночь, то, конечно же, можно брать самые простые категории номеров, там, superior и так далее, но если вам крайне важен вид, то лучше брать вот эту часть, это primary CV, то есть с частичным видом на море, потому что этажи будут ниже, и море можно будет видеть вон там, в той части, они по этажам разделены, и, соответственно, Full CV, они будут более высокие, точно панорамный вид на всю, соответственно, вот эту территорию моря, отеля и так далее. То есть это очень важный момент, который в самом своем первом виде я, наверное, вот так вот детально не показал, и сейчас я вам готов его показать. И еще один, друзья, момент по поводу отеля «Харман» и моря. Он технически, как вы видите, стоит на первой линии, и мы можем спокойно как бы видеть море, но вон там прохода на море нет, соответственно, из Хармана вы выходите, вот в этой части, здесь ее не видно заданием, и выходите, вот там по дорожечкам, по дорожечкам, по дорожечкам, и выходите вот здесь мимо, я как раз сейчас нахожусь в отеле «Де Дунхай», и туда. Это у нас перед нами Южный Китай, поэтому вы не можете, там ездит шаттл, и он возит, либо вы можете пройти через торговый центр, выйти по дороге, пройти сюда и завернуть здесь. Это какое-то расстояние нужно все равно пройти, это надо понимать, но как бы в этом плане как раз «Де Дунхай» говорит, что он ближе к морю, потому что вы вышли и сразу туда же повернули на пляж. Поэтому посмотрите мой обязательно обзор по «Де Дунхай», есть у меня до пандемии, он глобально ничем не изменился, и вот еще один новый выпуск я сделал, я сделал здесь несколько акцентов, уже исходя из практики и опыта бронирования данного отеля своим туристам. Ну что, друзья, давайте делать резюме по отелю «Де Дунхай», я думаю, здесь уже много чего понятно, на самом деле здесь не такой гигантский отель, это городской отель, городская вот такая вот высоточка, со своим бассейном на пятом этаже и соответственно сразу выходом к парку. Главный плюс по резюме, и это говорю всем своим туристам, то, что этот отель очень похожий на отель «Харман» по самому формату, то есть похожие номера, небольшие, просторные, здесь главный, друзья, акцент, что в каждом номере, в каком бы вы не выбрали, да, то есть вот это «Бэйвью», да, то есть там на ту сторону идет, это «Оушенвью», да, там есть панорамные номера, неважно, какой номер выбираете, есть балкон, вот это главный один из тоже плюсов. Второй момент, обратите, пожалуйста, внимание, что если, опять же, я его на сравнении с «Харманом» всегда ставлю, когда мы выбираем, они примерно похожи по цене, вот вы вышли из отеля, вот он парк, и вот сразу налево у нас сразу выход к морю, то если мы говорим про «Харман», он находится в той части, там надо еще пройтись, там ездит шаттл, но это как бы пройтись как бы еще дополнительное время, вот, если кому-то хочется жить поближе вот сразу к пляжу, это как раз вот тот самый вариант, это как бы основные плюсы данного отеля. Из минусов данного отеля я отмечу, что, ну как из минусов, не скажу, что они глобальные минусы, питание, конечно, здесь тянет на четверочку, да, это лучше питание, чем в Южном Китае, соседнем отеле точно лучше, но как бы можно было чуть побольше бы сделать, конечно, ассортимента, это как бы было бы большим плюсом, вот, думаю, по мере поступления больше наших туристов, да, будет больше ассортимента, в том числе и европейского меню, хотя, говорю, вы все найдете для себя, я это, в общем-то, показал. Еще какой, наверное, из минусов, но это тоже относительный минус, то, что здесь бассейн есть, но он не панорамный, как в «Хармоне», опять же, мы пока сравниваем с «Харманом», потому что больше, в принципе, сравнивать не с чем, с «Барри Бутиком», тем, который стоит, его нет смысла сравнить, потому что тот отель, конечно, сильно слабее этого, вот, поэтому городской отель, который находится в центре Дудунхая, с одноименным названием Дудунхай, он свеженький, он, если я не ошибаюсь, у меня есть видео, в 17-м году только открылся, или в 18-м, ну, в общем, у меня в том видео я точно сказал, вот, и, в общем-то, все здесь очень достаточно мило, симпатично, ничего не испорчено, вот, я знаю, что некоторые туристы жаловались на вид, но у меня сейчас вид тоже на ту сторону, я не сказал бы, что там что-то ужасное, тоже открывается вид на город, частично вид на море даже виден, так что, в принципе, все нормально, и сказать, что вот этот вид был бы лучше, ну, наверное, да, но, как бы, хотите, за него можно немножко доплатить, как бы, проблемы нет, но я всегда как рассуждаю в этом плане, опять же, в качестве резюме, если ваша цель больше находиться в отеле, тогда есть смысл заморачиваться с видом, потому что, ну, это важно, сидеть там на балконе, смотреть на вид, это да, но если вы в большей степени активны, то вид будет на море вот примерно так, вы такие вот так вот зашли, открыли окно, да, красота, и на этом, как бы, ваш вид закончится, за это вы там заплатили плюс-минус, грубо говоря, там, 15-20 тысяч рублей, если это того стоит, как бы, без проблем, если, как бы, в этом смысла нет, и ваша цель везде погулять, походить, то это отличный вариант, по локации он очень удобный, опять же, отмечу, вот это у нас Summer Mall, торговый центр, позади у нас здесь совсем рядышком ананас, соответственно, вот эта дорога, она плавно перетекает в Санья, здесь же остановки, вот здесь парк, вот здесь пляж, то есть локация очень-очень удобная, и здесь, как бы, это безоговорочно, вот, в общем-то, друзья, и все, спасибо, что этот выпуск вы досмотрели до конца, обращайтесь за туром в Georgiev Travel, ниже под видео вы найдете все ссылки, прямой WhatsApp, где мы поконсультируем, ответим, я знаю, что очень много вопросов возникает по Китаю, и не только, да, соответственно, направление это наше не единственное, но любимое, и поэтому мы ответим на все ваши вопросы, я или мои помощники, WhatsApp, ниже, еще раз говорю, под видео, также и сайт Georgiev.Travel, там вы можете найти все туры с перелетом, или отдельно отелей, или с прямыми, или с пересадками перелетами, если что-то будет вам неясно, и нужна консультация, ну, WhatsApp вы знаете. Смотрите мое следующее видео, и увидимся в следующих выпусках, с вами был Павел Георгиев, это видеоблог имлайн турагентства Georgiev Travel, пока! Заселились мы в отеле фруктов, ели много почи, и купались мы в бассейне, до изжоги и до ночи, чай зеленый и прогулки, босиком по пляжу днем, фитнес-танцы в парке были, всем улыбки раздаем. Хайнай, трофический остров на юге Китая. Субтитры сделал DimaTorzok